всем привет в сегодняшнем видео хочу показать как разобрать правильно баллон вот такой баллон от газа многие спрашивают можно можно ли вообще сверлить баллон и как вообще правильно разобрать в интернете очень много видео по поводу что там сбивают этот кран откручивают там но все происходит намного проще то есть берем просто обычное сверло и вы сверлим дырку то есть это абсолютно безопасно так как сверление происходит без искр соответственно мы сверлим отверстия оставляем баллон на некоторое время излишки газа выходят ну конечно же баллон предварительно я оставлял на пару дней открытым то есть это пустой баллон на пару дней открыт сейчас просто сверлим сверло сначала просверлим вот такой вот такой вот таким пятерочкой маленькое отверстие вот такое отверстие ну и рассверлим его более более толстым сверлом большего диаметра возьму сверло ступенчатая граф и рассверлю отверстие до большего диаметра запах газа чуть-чуть есть но практически не чувствуется то есть он сразу же как улетучился вот таким отверстием он постоит полностью там еще пару дней еще одно сейчас сделаю и потом можно будет безопасно резать уже болгаркой так что как видите сверлить газовый баллон совершенно безопасно и это самый быстрый способ как говорится вскрыть баллон для того чтобы его потом в дальнейшем разобрать не надо никакую воду сюда заливает ничего он постоит все что там есть все полностью испарится продолжим работать с этим газовым баллоном он уже простоял немного вот после того как мы просверлили получилось два дня газ испарился остатки вернее того что там было и сейчас мы возьмем вот я прочертил линии и сделаем рез то есть вот в дальнейшем мы я планирую делать из этого баллона мангал вот пилить будем резать будем диском граф по металлу давайте посмотрим как получится ну на самом деле очень комфортно и быстро режет рез получается ну с этой стороны ровный с той стороны наверное будет заусенец вытянуты но это потом зашлифуется вот мы буквально тут за минуту эту сторону почти прорезали продолжаем очень быстро так давайте тогда сейчас с этой стороны даже не верится что это алмазный диск очень быстро режет немножко скривил ну сейчас отсюда начну и тут выровняю режет быстро еще раз повторюсь да но если бы я резал отрезными кругами я уже ну сменил бы наверное штук 5 их чтобы сделать это эту линию вреза длиной длину видите рез достаточно тонкий достаточно тонкие вот можно даже вот исправить если я вот пошел здесь кривовато немного врезается хорошо сейчас исправил диск как новый все алмазы на месте ничего не по отваливалась так теперь давайте продольные резы сделаем самое интересное что то диск ну практически не греется то есть настолько сделаны вот грамотно вот эти вот отверстия для охлаждения но и диск практически не греется очень приятно сейчас вот получается я три стороны эту эту продольную разрезал алмазным диском а эту сторону ради интереса попробую распустить обычным абразивным диском ну вот смотрите да то есть вот я снял кромка кромка вообще абсолютно осталось не тронутая хотя я этим диском уже достаточно долго проработал так сейчас тогда берем я специально купил для этих целей бошевский вот такой диск получается что здесь 125 на 1 удобно хранить круги отрезанные вот такой банки а такой круг вообще можно ну он не боится ни влаги ни никаких повод повреждений там так ставим отрезной включаем и попробуем резать как раз вот сравню и по ощущениям и по скорости реза абразивный с алмазным и по скорости реза до намного тоньше то есть ну в принципе не намного но для это в полтора раза то есть это единичка а алмазные 1 и 5 и но что могу сказать сразу что вот я буквально 5 сантиметров прорезал сразу запах с этим я резал тут минут 5-10 ну никакого запаха комфортно было от этого сразу же запах запах и очень много исков но режет режет он мягче конечно и быстрее но вот смотрите я получается пропилил тут 20 сантиметров от диска практически ничего не осталось потому что тонкостенный металл кромка очень быстро стирает диск и почему-то его уводит то есть алмазный у меня резал как-то я вел он уверенно этот видите все уже и у этот абразивный почему-то у меня уводит я не знаю почему давайте напишите кто знает в комментариях обсудим может я что-то неправильно делаю но абразивный у меня уводит вот ни одного диска получается не хватило прорезать до конца вот сделать вот этот вот рез и вот видно да раз два три три его уводила в сторону и возможно потому что я как бы за счет большого количества искр я не видимо мне не совсем удобно я не совсем вижу вот к линию по которой нужно резать тут получается придется мне еще делать одну линию реза алмазным чтобы вот убрать вот эти вот то что у меня уводила что сейчас поставлю назад алмазный прочерчу линию вот так вот еще одну параллельно и сделаю уже рез алмазный ровный я вот прочертил сейчас линию и сделаю рез алмазным диском ну и соответственно износа ноль комфортно работать ну и соответственно износа ноль вот так вот все это дело выглядит изнутри вот так вот все это дело вот вот еще как бы смотрите какое преимущество вот этого диска алмазного так как он жесткий вот допустим заусенец который образуется да от него этот заусенец я могу снять самим диском то есть ничего страшного если я как шлифовальным чуть-чуть подработаю кромку вот смотрите ну и с очень достаточно комфортно комфортно чик быстренько обработал кромочку все аккуратно ровно вот вот будет вот такой мангал здесь сделаю такие прорези для шампуров с этой части сделаем вот так вот крышку на завесах приварю так вот будет крышка идею соответственно в интернете увидел поэтому что идея не новая мангал из газового баллона то есть разбирали мы его просверлив отверстие не не выкручивая вентиль не сбивая не заливая воду просто просверлили отверстие далее денек постоять там два все испарилась как бы все что думаете по по этому поводу по поводу алмазного диска пишите в комментариях кому понравилось ставьте лайк в общем такое вот видео баллон достаточно такой толстый металл здесь наверное миллиметров 5 вот всем спасибо пока